Приветствую вас. Ну, я думаю совершенно точно, что если вы для себя отначаете проблему, если вы её для себя просто видите, то есть, ну, вы видите, считаете, что вот эта вот проблема, вот в этом есть определенная проблема, то значит это действительно, действительно является проблемой, кто бы что не говорил бы вам, так или иначе. Вот. Это первое, наверное, что хочется сказать. То есть, мне кажется, что вы здесь вот знаете, как вы, мне кажется, здесь в какой-то степени себе не позволяете чувствовать вот проблематику, да, то есть проблематика есть, но вы себе как бы не позволяете её ощущать, вот. То есть вы, если обратите внимание на свои, как бы привычные реакции, да, вот, то вы увидите, что привыкли обесценивать. То же, как вы сами-саме реагируете на ситуацию ту или иную. То есть вот. Условно говоря, есть проблема, да. А вы её, вы сомневаетесь в том, что она эта проблема, ну, есть как бы, что она существует как бы. Вот. Вы, вы, вы в этом, ну, сомневаетесь. Вот. Принижаете этот момент в себе. Вот. Дальше. Есть, есть, эм... некоторые проблемы с работой. Допустим, да. То есть, ну, ну... Вам не хочется работать по... 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 юридической специальности, ну, к пример. Эм... Вы, каковы, склонны это принижать, потому что... ну, может быть, потому что привыкли бояться реакции родителей, может быть, ещё по какой-то причине, например... ну, например... ну, например... такая установка, может быть, здесь... такая позиция, что вот... всё, что я... хочу... например... вот всё, что мне хочется... всё, что мне хочется... э... всё это априори... вот... ну, вообще-то... ненужное... неправильное... вот... то есть... ну... такая... может быть... эм... такой, может быть... повид... такой, может быть... эм... подход... у вас. И... э... э... если... Так, если это так, если это так, ну на самом деле, то мне кажется, что вы не привыкли следовать тому, что вам хочется не привыкли следовать тому, что важно не привыкли отвечать за это, потому что, условно говоря, да, вы получите, как вы говорите, палок от родителей, это правда, но давайте подумаем, знаете о чем, а вот допустим, хорошо, вы получите палок, да, и что? Дальше, то есть, ну, вот что дальше-то происходит? Вы получаете палки, а что потом? То есть, вот здесь, как бы, есть конфликт, что, ну, родители, они, условно говоря, там, дают вам палок, потому что, там, может быть, переживают за вас, да, может быть, не знаю, преследуют свои, цели, какие-то, да, то есть, это, ну, не столь важно здесь, вот, потому что, ну, этого может быть никогда, мы не знаем. Вы-то сами, вот вы, сами, сами, что чувствуете, когда знаете, что можете получить вот этих вот палок, как вы говорите. Вот что важно. Вот какой момент важен здесь. Понимаете, в чём штука? У вас возникает, что у вас возникает чуть-чуть по-иному, у вас возникает ощущение, что вы там, не знаю, что вы плохая какая-то или может быть что-то ещё. В любом случае это нужно разобрать, как мне кажется, потому что вы не знаете себя здесь, в этой части, как я думаю. В части, где родители дают вам от этих самых палок. Как вы себя в этой части просто не знаете. Ага, значит дальше. Если мы говорим про вот то, почему вы чувствуете, что вам не нравится, да? Не нравится там работа ваша, например. Но почему вы не хотите работать по престижу, то это связано с тем, что, как мне кажется, это связано с тем, что в целом вы могли принять какую-то воспринять работу и дело у своих родителей. То есть вам кажется, что, например, что это тяжело очень сильно, может быть очень сильно тяжело. Вам кажется, что может быть невероятно, ну невероятно трудно, невероятно тяжело работать. Грубо говоря, да? Вот. И, конечно, вам этого может, в принципе, и не хотеться. Из-за этого, ну, по этой причине. Что, в принципе, ну, как бы нормально, мне кажется. Вполне нормально. Вот. Другой вопрос, что реально, вот именно, реально ли это позиция? То есть для родителей она такая. У вас она уходит в некоторый, я бы сказал, противовес, да? То есть, вот если говорить надо, вы говорите наоборот, что не надо. Вот. Но, как бы, смысл, мне кажется, мне кажется в том, что и там, и там, вы себя вот, не знаю, предаете что-ли. Вот. Вот. И там и там, вы, я бы сказал, может быть, не совсем честны, честны с собой. Понимаете? Какая штука. То есть вам бы вот немножко поразвивать бы честность с собой, да? Вам бы немножко, может быть, поислили какие-то вещи, которые вы пытаетесь от себя скрыть. Например, допустим, чувство вины перед родителями. Например, например, страх того, что работа оказывается очень тяжелой, и что вы будете там ее рабом. Ну, к примеру, вот. Ну, это не обязательно. Не обязательно, да. Про вас, конечно, вот. Ну, это я вот просто, ну, просто к примеру говорю, что вот, ну, что может быть, у вас вот так звучит в вашей голове, да, что вот я боюсь начинать какую-то такую вот работу, потому что, ну, что-то, что-то вот может случиться. Ну, такое же, что, если я там, не знаю, буду несвободна, ну, например. Ну, вот. И как бы это, конечно, ну, не может как-то вот вас не беспокоить, да? Вот. Это нормально, что-то вот так вот было. Вот. Другое дело, что вы можете там, грубо говоря, просто не знать, что с этим делать дальше. То есть вы, как мне кажется, из, ну, из крайности, в крайность бросаетесь. Вот. Тогда как истина, истина, она где-то посредине. То есть, что работа может быть, например, и, ну, работа действительно может быть тяжелой. Это правда. Это правда. Может быть, легкая. Это тоже правда. Вот. И тонкость, тонкость в том, что вы управляете. А вы для себя в работе сейчас, как мне кажется, видите, исключительно только историю про несвободу. Вот. Их, 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 ну, конечно, несвободным никто не хочет быть. Поэтому не хотите свободно быть, и это вполне нормально. Мне, мне так вот думается. Вот. Поэтому ваша реакция вполне естественна. Она напоминает, знаете, она напоминает, напоминает нам немного. Все. Панический объект напоминает страх. Вот. И мне кажется, что вот это вот немножко не то, что вы могли бы, или что вы хотели бы. Мне кажется, что вы на больше способны. Вот. Я так же думаю, что склонны вы обоценивать свои успехи. Вот. Ну, свои успехи вообще. Вы склонны обоценивать, мне кажется. Ну, не цените вы свои успехи вообще. Не умеете радоваться в каком-то достижении. А еще, вполне вероятно, что вы, если вы находитесь в тревоге, если не постоянно, то, ну, достаточно, такой, ощутимый, достаточно, достаточно серьезный, по поводу угрозы вашей свободы. Ну, например, как вариант. Вот. Я, конечно, не могу этого наверняка, наверняка, наверняка утверждать. Но, как бы, судя по всему, это так. Вот. И, поэтому, в первую очередь, научиться доверять себе, в первую очередь, чтобы все последовать туда. Вот. Посмотреть, поискать, чего же вы на самом деле хотите, да, то есть, ну, что вам на самом деле нужно. Вот. И, как вы относитесь, например, к тому, что, может быть, вам вообще, ну, вообще не нужно ничего, да, то есть, ну, вот, как вот такой вариант, если ничего не нужно. Как вот, ну, как, как вот тогда, да, как бы там, то есть, вот, в таком случае, вот, и нормально ли вы к этому отнесетесь. То есть, ну, мне кажется, что вот так вот. Если вдруг есть ситуация, что вы пытаетесь оправдать ожидания родителей, радовать мечту между, между своим желанием и желанием оправдать родителей. То есть, ну, как бы, порадоваться всегда, чтобы они, вот, вас с вами гордились и так далее. Но, с этим, на тревожный такой знак, потому что, ну, это, во-первых, родители вам, вероятно, ставят условия какие-то. То есть, то есть, грубо говоря, если ты там, вот, ну, условно, вот, условно, да, условно. Если ты там, вот, не добьешься того по поводу, вот, то, соответственно, мы тебя, ну, мы не будем тобой гордиться, вот. И это автоматически означает, что вы плохая, например, вот, хотя на самом деле нет. Ну, вот вы привыкли, вот, как вот вы привыкли, да, там, грубо говоря, ну, не знаю, с детства вот так вот действовать, так и действовать. Вот, при том, что, ну, наверное, совершенно, ну, не совершенно, но, без, без церната вы так себя ведете. Вот нужно из этого поведения, да, как бы, на мой взгляд, нужно, нужно выходить, выходить из этого, ну, из этого поведения нужно выходить. Потому что вам она, ну, только не шая, по сути, вот, к сожалению, вот. Ну, вот, в принципе, наверное, то, то, что я хотел вам сказать, с точки зрения... Психотерапия, вот. Постарайтесь увидеть вот эти, объясняющие такие тенденции, плохо по отношению к себе, вот. Вот. И, возможно, тогда вы сможете для себя, ну, вот, что-то увидеть. Возможно, вы сможете для себя найти новый ресурс. Да, то есть, в общем, просите себя, вот, вот, я вот, ну, я вот, значит, обсцениваю, да, постоянно себя, да, вот, постоянно, вот, сомневаюсь в себе, да, вот. Куда, куда это меня ведёт? Я такого вот будущего хочу, да, для себя, ну, там, к примеру, вот. И, значит, нужно себя спросить, ну, а если, там, если не такого будущего я хочу, там, допустим, допустим, не такого, да, вот, что-то. Какого-то, какого тогда будущего я хочу для себя, вот, ну, то есть, если не такого, то какого, вот. И, да, что я могу для этого сделать? Что я хочу для этого делать, да. А, не скажу, если я, при, вот, следовании этому, да, не скажу, если я, вот, ну, туда, вот, опять, вот, в эту, борьбу, например, что сейчас происходит. И не будет ли я там, как родители, к примеру. То есть, ну, вот, как-то все это нужно осознавать, да, и если, если потребуется вам, если потребуется, то, ну, нужно, что называется, делать шаги назад, да, не бояться делать шаги назад. Делать их, вот, и смотреть, да, не бежать, как это вы сейчас делаете, выбежите либо от чего-то, либо к чему-то. А, именно, вот, осторожно изучать и смотреть, что у вас, что с вами, вот. И, ну, тогда это будет гораздо более эффективно, чем сейчас. Но, другое дело, что сами вы привыкли мыслить в определенном ключе и вряд ли может самостоятельно. Поэтому нужна помощь. Удачи вам! Всего самого доброго! Всего доброго! Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...